Мы с вами пришли на место якобы мистической силы. Что это такое? Это дождевые колодцы. Сейчас вы ни в одном доме современным таких потолков не увидите, да? Это мне, божечки. Я же молчу про парик и эту треуголку, да? А вот здесь вас ждет одна из главных загадок. Спермин пиля — это, по-современному говоря, ну такой прототип Виагры. Ипс. Перелезаем. Ну что ж, вот и лето прошло. Почти прошло. И вот я со своей традиционной летней стрижкой мне предстоит трип в Крым. Обычно мы ходим туда в июне, но вот из-за понятных причин перенеслось на сентябрь. Поэтому я подготовился. Ну плюс еще мы снимали видосик замечательный «Избрей усы, оставь усы». Я под это все это дело и растил, все эти ирокезы свои, все эти бороды. Очень огненный будет видосик, но речь-то сегодня не об этом. Мы находимся с вами на Васильевском острове возле станции метро «Василия Островская». Именно здесь разворачиваются события фильма «Брат», которые я не перестаю цитировать, потому что для меня это знаковое кино. Вот там за ним располагался тот самый рынок, куда Данила Багров, одев свой стильный берет и прекрасные очки, пришел устраивать разборки. Двор, в котором он скрывался, вы уже знаете, где находится. Вот если пойти туда, прямо по Среднему проспекту и повернуть в Тучков переулок, и затем налево, там будет, собственно, этот самый двор Кишка. А мы находимся с вами рядом с памятником, который здесь установлен был несколько лет назад. Это памятник Конке. Во-первых, обратите внимание, что здесь у нас товарищ машинист, он держит специальную такую, знаете, ручку газа. Это кнут. Вот этой ручкой газа, соответственно, менялась скорость лошадей. Но здесь лошадки, они такие достаточно приличные. Обычно это были такие, ну, бедные несчастные клячи. И вот эта конка, она, можно вот ее с этой стороны обойти, где поменьше людей. Она действительно была в осознанную натуральную величину. Вот эта верхняя часть называлась империал. Туда, вот по этой лестнице, не рекомендовалось подниматься женщинам. По той простой причине, что можно было увидеть, о-ля-ля, кусочек ноги. А это было, знаете, все равно, что сейчас голый выйдет на улицу. Хотя некоторые, знаете, и этим занимаются периодически. Там проезд стоил 3 копейки, внизу стоил проезд 5 копеек. И наоборот, всевозможным рабочим и солдатам как раз надлежало именно там, на империале, ездить. Поэтому в дождь, снег, слякоть им было не очень хорошо. И ехала она, конечно, с колоссальной скоростью. Я уже не раз повторял этот знаменитый стишок. Конка-конка, обгони цыпленка. Запустили конно-железную дорогу в 1863 году. У общества конно-железных дорог был заключен, ну, как бы мы сейчас сказали, эксклюзивный договор с городом на перевозку пассажиров. И, как я уже говорил в одном из своих выпусков, который я снимал зимой, стоя прямо по центру реки Невы, напротив Петропавловской крепости, когда был запущен трамвай, точнее, когда он был благополучно испытан и выяснилось, что это прекрасный вид транспорта, то выяснилось, что ему негде ходить. Поэтому, вот если мы сюда переместимся, здесь на этой мемориальной табличке написано, что Санкт-Петербургская конка является родоначальницей электрического трамвая, основного общественного городского рельсового транспорта. Так вот, то, что трамвай-то негде было ходить именно из-за этой конки, здесь не сказано. И поэтому, как вы помните, может быть, если вы смотрели мой выпуск, трамвай прошел по льду Невы впервые. Ну, на всякий случай, я здесь помещу хотя бы одну иллюстрацию. Я каждый раз показываю ее из своих фотоальбомов. Пойдемте дальше. Здесь у нас находится пешеходная улица. Как плохо, что я забыл очки в машине. И теперь мне солнце в глаза. Но скоро мы нырнем во дворы, вот уже буквально. Эта пешеходная улица была разбита, я помню, когда даже. Она изначально была проезжей. Сейчас одна из самых уютных пешеходных улиц вообще города Петербурга. Тут растут вот такие прекрасные зеленые творения. И обычно люди выходят и идут прямо. Ну, потому что им куда-то надо, они торопятся. Мы же с вами будем сегодня петлять, потому что основной профиль конкретно данных моих экскурсий – это проходные дворы. Но, как вы могли заметить, бывают и исключения. Нет, вот сюда мы не пойдем, потому что сюда мы потом выйдем вот туда. И это будет у нас другой маршрут. То есть я потом проведу проходными дворами насквозь. Вот так, вдоль среднего проспекта. А наша задача – пойти не на средний проспект, а вдоль пешеходной улицы. Поэтому мы нырнем вот сюда. Здесь у нас будет сначала такой достаточно благоустроенный проход. Здесь огромное количество всевозможных торговых лавок. Когда я здесь водил экскурсии, естественно, сразу большие глаза. Вот очень часто меня спрашивают вот про такие вещи. Для чего нужны вот эти вот штуки? Или вот эти вот штуки? Дело в том, что в каждом архитектурном элементе, а мы сегодня увидим самый огненный архитектурный элемент для любителей жидомасонского заговора. Это будет мой подгон персональный. Все норовят увидеть какой-то тайный смысл, тайный умысел. Некоторые предполагают, что там были иконы. Ну, извините, иконы обычно над проездной аркой помещают, а не под. И то это, ну, не очень распространенная была тенденция. То есть это должны быть какие-то ворота, а-ля, я не знаю, ну, варварские, линские ворота белого города в Москве, допустим. Да, ну, никак не здесь. Дальше идет предположение о том, что это может быть там остатки чего-то. И зачастую бывает так, что никакой функциональной значимости эти выемки не несут. Это просто вот архитектурный такой изыск. Здесь у нас очень всегда меня умиляет слово «корсеты», если не смотреть наверх. Это прямо погружение в ту эпоху, о которой мы сегодня говорим. И вот смотрите, мы прошли буквально, ну, сколько там получается, не знаю, 50 метров, да, у меня с этим, с хронометражом немножечко плохо. И мы попали совершенно в другой мир. Опять-таки наш типичный Петербург с нашими типичными... Туда мы не пойдем. Хотя мы можем туда пойти, но мы туда не пойдем. У нас сегодня с вами другая задача. С типичными петербургскими приколами. Это задние дворы с огромным количеством подсобных помещений. Сначала я вам покажу то, что стало уже мемом. Здесь мне даже уже не надо вам объяснять, что это такое, да, вентиляционная шахта от бомбоубежища, традиционный наш элемент. Очередной закуток счастья. Но заметьте, что на самом деле в данном случае, когда есть солнечный день, этот закуток счастья даже выглядит не так депрессивно. Хотя, конечно, если оказаться здесь в ноябре, то все-таки вот тем людям, которые живут окнами сюда, не позавидуешь. С другой стороны, тишина, никакого это голдежа. Потому что здесь, конечно, на пешеходной улице, особенно в эпоху тотального кваса летнего, да, бывает очень шумно. Здесь огромное количество ресторанов, мы некоторые из них сегодня увидим. Поэтому это все так соу-соу. И есть масса подсобных помещений. Вот, казалось бы, это современный гараж, да? Видите такие здесь двери? Но посмотрите наверх, видите, торчат трубы. Прямо из этого гаража. То есть это еще дореволюционная постройка, потом переборудованная под современный гараж. Это было пристроено. Вот еще одно подсобное помещение, сохранившее, можно сказать, аутентичный вид. Здесь мы можем видеть то, что вот называется как раз-таки связь, да, идет полоса через все строение, и оно его связывает, чтобы оно не рассыпалось. И мы с вами сейчас опять выйдем на пешеходную улицу. Вот из этого относительно тихого двора. Я вам буду продолжать показывать элементы народного творчества. Смотрите, какая прелесть. Что она означает, я не в курсе. Кто ее написал или нарисовал, я тоже не в курсе. Но она есть. Вот здесь, кстати, тоже видно, как был настроен этот дом. Идет карниз. То есть он изначально был четырехэтажный. Вот эта двухэтажная нахлобучка явно позднего происхождения. Выходим. Когда-то все это запиралось на ворота. Мы это с вами тоже уже миллион раз видели. И вуаля, мы снова здесь. Но ненадолго. Васильевский остров связан с жизнью огромного количества известных людей. И более того, эта линия связана с жизнью огромного количества творческих людей. Например, Илья Ефимович Репин здесь сменил аж два адреса. Про один из них я расскажу, когда мы пойдем в ту сторону. Он жил в доме номер 41. Там был один из первых его адресов, связанных с его семейным счастьем. Женился он на Швецовой. Вот, кстати, о птичках. Если сюда приблизить, здесь мы даже, может быть, увидим отражение оператора Лехи. Вот мы как раз видим, как едет Конкая. А? Что снимаете? Мы? Да. Тайные масонские знаки? Да. А, да, все. А, да. Да, да. А что вы хотели, чтобы мы сняли? Какие у вас тапочки, кстати, зачетные? Да. Как раз снимаем. Да? Можно снять? Очень хорошие тапочки. Очень хорошие тапочки. Я таки... Могу продать. Не, вы знаете, не надо. Они обычно воняют очень сильно. Нет, они не воняют. Вот этим воняют. Вот эти воняют. Это не резина. А, вы такие воняют. Ну, хорошо, ладно. Я вам поверю. Два таких здоровых работают, надо. Два таких здоровых работают, надо. Они ходят, да. Я работал. Работал. И главное, обратите внимание, это типичная такая замечательная поведенческая модель интернетного комментатора Вот он сидит, у него антикварная лавка, он сидит в этих тапочках, ну хорошо, я поверю, что они пахнут очень хорошо, возможно И говорит, что вот два таких работать надо Сам-то прям пот у него с лица катится Но не нам судить людей, на самом деле, вполне возможно, что когда-то, ну как и у меня, да, я же тоже не сразу стал ходить под камеру, что-то вещать Когда-то я у станка стоял и грузчиком работал, вот недавно я как раз тут с одной знакомой вспоминал, как, например, я работал на демонтаже зданий Потому что у меня сейчас лежит, ой, происходит ремонт дома, вот старухи-процентчицы, где я живу И я с утра слышу вот эти ахаляй-маляй-ляй-ляй-ляй, и прямо в окно у меня эти люди стучатся Я вот просыпаюсь и думаю, да, все-таки хорошо, что я сейчас не на стройке, потому что было время, когда я поставал и ехал на стройку А вот наш очередной двор, ну вот там вот пошла киса, но мы ее сейчас не увидим, она почему домашняя? Вот так вот народ спасается в такую погоду без кондиционеров, с открытыми окнами И вот сюда вот вид. А из этих окон вид вот сюда. Но зато, видите, зелени нет, поэтому мы создадим зелень самостоятельно. Это очень круто, я считаю. Приятно и человечное. Сейчас мы освободим путь нашему оператору. Вот она. Иди сюда, смотри, домашняя. У нас с этим поводком, такая красивенькая, черненькая. У меня такая была. На Маховой жила. Крыс ловила просто в лед. Поним? Ну вот можем зайти в один из подъездов. Но что-то мне подсказывает, что ничего суперудивительного. Мы здесь, кроме, может быть, сводчатых потолков. Сейчас вы не в одном доме. В современном таких потолков не увидите, да? Мы не увидим. Но зато довольно приятная атмосфера домашняя. Я не знаю, был ли у вас в детстве. У меня был такой препарат для выжигания по дереву. Вот таким препаратом, видите, здесь написано, кому сколько звонить. То есть это опять коммунальная квартира. Даже кто-то бы старался. Это народное творчество. И смотрите, вот здесь вот у нас уже советское производство. Но сохранились еще старые шпингалеты. По традиции закрашены в красивый вот этот вот поганейший цвет, который я так люблю нежной любовью. И вот отсюда можно показать то, куда мы сейчас выйдем. Только уже со второго этажа. Очень, смотрите, какой красивый силуэт вырисовывается. Такой свет падает. Тень, граффити, гаражи, бронмаур. Все, что мы любим. Идем обратно. Как тебя зовут, моя хорошая? Дай-ка я прочитаю. А, так ты он. Ты Федор. Федор. Федор свалил от меня. Люблю чернокошек. Не верю ни в какие приметы. Это мне. Божечки. Кошки. Натуральные, кстати. Натуральные цветы. Цветочки. Ну, оставим, может, кому-то еще пригодится. Вот здесь как раз бывших дворницких, видите, устроены всевозможные парикмахерские мини-дома быта, это сейчас называется. Раньше была просто там починка ключей и так далее. То есть, на самом деле, мы шли вот там, видите, вот тот вот закуток счастья, который я вам показывал. То есть, мы вышли вот так вот. Ну, просто многие ходят, поэтому я на всякий случай объясняю. Мы вышли и идем дальше. Эти гаражи новодельные. А вот дальше стена, она не новодельная. Вот эти постройки сохранились у нас еще с древолюционных эпох. И вот смотрите, какой замечательный, опять-таки, отсюда открывается вид. Типичный Петербург. А вот здесь вас ждет одна из главных загадок. Вот прекрасный Брандмаур. Это бывшие, вот это точно, конюшни бывшие. Мы сейчас увидим, как они выглядят с другой стороны. Если зайти в этот двор, единственное, что интересное может увидеть, а простой человек, это вот эти вот странные флигели. Ну, потому что, если присмотреться внимательно, то мы поймем, здесь, конечно, петель нет, но ясно, что вот здесь вот раньше были ворота. Это бывшие конюшни. Но на что никто никогда не обращает внимания, так это вот на эти элементы. Во-первых, вот на эти элементы, а во-вторых, на то, что и здесь когда-то, видите, были тоже конюшни. Вот остатки сладкие. Что это такое? Это дождевые колодцы. И вот, внимание, вопрос, друзья мои. Я, конечно, нарыл, и более того, я спрашивал специалистов, как они функционалиру... функционалировали? функционировали? Аннолировали. Нет, мы не аннолируем. Мы функционируем. Да, так вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, даже с какими-то ссылками... Нет, ссылки лучше не оставлять, потому что отправляют в спам, даже не вредоносные ссылки, как правило, YouTube. Я, конечно, все из спам достаю, даже оскорбительные комментарии, но лучше ссылками не надо. Значит, просто, может быть, на какие-то источники информации, как они функционируют, в чем был их главный принцип. Потому что сколько я сюда экскурсантов не вожу, ни один человек мне так нормального, внятного ответа и не дал. Вот здесь у нас еще одна, кстати, петля, сохранившаяся. И это вообще, на самом деле, уникальнейший реликт 18 века, вот той самой, ну, то есть сейчас бы мы это назвали ливневкой, да, этих самых бытовых именно подробностей, которых так все жаждут. Мы с вами опять выходим на нашу замечательную улицу. Ну и сейчас я уже немножечко вас посвящу в определенные культурные истории, помимо этих проходных вещей, потому что нас ждут палаты Троекурова, церковь Андрея Первозванного и много чего еще. Но прежде чем туда дойти, зайти, мы давайте с вами выйдем вот сюда. Дело в том, что вот этот вот дом, он построен на месте бывшего кинотеатра Балтика. Как он выглядел, будет показано здесь. Стоял он здесь, стоял, его потом снесли. Построили вот этот вот, ну, мягко говоря, не самый шедевральный архитектурный ансамбль. Что характерно, здесь у нас мы не будем мешать исполнению замечательных музыкальных пьес. Вот там вот у нас стоит скульптура, она новодельная, современная, это тот самый Василий, бомбардир Василий, которому Петр Первый писал Василию на остров, из-за чего по одной из версий остров был назван Васильевским. Василий олицетворяет все те вещи, которые тогда были введены Петром Первым. Во-первых, он сидит на пушке с ядрами, это олицетворяет мощь российской армии. Если внимательно посмотреть, пойдемте, пока они не впередых. Несмотря на то, что он артиллерист, здесь у нас есть морские символы. Это не Мазерати. Вот это вот у нас причальное кольцо, за которое обычно крепились корабли. Шарфтовались они к ним. И вот если мы сюда еще посмотрим, видите, он опять-таки на Канаде. То есть все завязано на морской тематике, хотя он артиллерист, по сути. Ну и, конечно же, в правой руке у него трубка. Трубка, то есть это то, что на самом деле в допетровскую эпоху быть не могло. Я же молчу про Парико, эту треуголку, да? Тысячи чертей и моя треуголка. Об Италии говорят сейчас хорошо, туристов нет вообще. Вот здесь традиционная у нас история с вывеской. Леха, ты пока сними. Сними вывеску пока, я буду отсюда вещать. На самом деле сюда можно пойти, попасть через ту часть, о которой мы с вами говорим. Это, я напоминаю вам, эффект декабрьского манифеста 17 октября 1905 года, когда вот эти вот профессиональные объединения стали плодиться все. Заходим сюда. Что-то у меня такое ощущение, что в прошлый раз я их по-другому водил в свою группу, потому что мы здесь выходили. Вот давайте сюда пойдем. То есть, как видите, дворы, кстати, внутри тоже не менее зеленые. Да, мы не выходили там, мы прошли бы здесь и вышли бы здесь. Точно. Ну тогда пойдемте сюда сходим. Традиционный у нас тут какой-то военный топограф, Лев Николаевич Долацкой, арестован в 1941 году и расстрелян. Причем расстрелян 25-го, 08-го. То самое в самом начале войны. Возможно, попал под какую-то статью о немецких шпионах, потому что тогда это все дело усилилось в значительной степени. И любой донос мог означать вам билет в один конец. Да, я вспомнил, мы здесь ходили. И, собственно, там мы не выйдем, но здесь есть очередные возгласы народные. В моем мире вечность идет в расход и любовь передает радость радость чего-то там у стены. Ну и куда же нам без горящих девочек? 24 на 7. Петербург очень славен своими вот этими надписями отдых и прочее. Вот это вот очередная галерея, которая соединяет два флигеля. Это опять-таки было сделано для того, я не знаю, для чего здесь это принято. То есть вообще в нормальных домах это делается для того, чтобы жители этого флигеля не чувствовали себя лицами второго сорта. Потому что, как правило, вы входите через уличную парадную дверь и поднимаетесь по парадной лестнице и потом по этой галереи переходите внутрь. Но здесь, поскольку это и так флигель, то зачем его соединять еще с одним флигелем, не совсем понятно. То есть, видите, здесь вот вы входите и десель. Но здесь никаких переходов нет. И вот мы наконец подходим к действительно историческим объектам. Ну, во-первых, начнем с Пала Троекурова, к которому мы с вами направляемся. Он был стольником Петра Первого. Стольник – это человек, который заведует столом. И это проект типовой. Дело в том, что Петр Первый, он же любил регламентацию. Он и город свой строил строго регламентированный, чтобы там все были такие, знаете, линии. Мы с вами находимся, в принципе, в центре Петровского Петербурга. Он задумывал, что вот здесь будут каналы течь, люди будут передвигаться на лодках, как в Мстердаме. И вот туда, вот если переместиться, там будет Калежский центр, очаг всего Санкт-Петербурга, Нового Парадиса. И он хотел, чтобы дома, чтобы их быстрее строили, потому что архитектурный проект, он вообще-то стоит денег. Чтобы люди не тратились на архитекторов, чтобы были выработаны типажи домов для аристократии, для мещанского сословия. И вот по этим типовым проектам они бы и строились. Вот один из таких типовых проектов как раз вот здесь. Сейчас у нас ресторан сети Гинза. А до этого вот это был, здесь жил вот этот стольник Троекуров. Эта часть называется Мезонин. На каменном подклете, полуподвале, он был построен, потому что сами эти дома, я напоминаю, они все с деревянными перегородками. А затем здесь был майор Соковнин, и его ординарцем 20-летним был Александр Васильевич Суворов. То есть здесь проходила его молодость. Если мы перейдем вот сюда, у меня будет вторая часть экскурсии мистика Петроградки. То здесь мы увидим дом по проекту архитектора Крыжановского. Он прекрасно зажег на петроградской стороне. Здесь этот дом довольно сдержан. Туда, кстати, тоже есть проходные дворы, но мы не пойдем. И здесь в парадных подъездах сохранились витражи. Ну, вот это типичный обращик такого доходного дома конца 19-го, начала 20-го века. Если мы посмотрим на те порталы, то увидим, что в углах там такие то ли вееры, это можно трактовать, то ли решетки, то ли, может быть, даже паутинки. Это архитектор нам показывает некий замысел, который мы должны допетрить сами. Ну, и здесь у нас начинается история про начало Петербурга и начало концептуального Петербурга. Дело в том, что Петр ввел еще такое понятие, как орден, которым он награждал своих наиболее отличившихся не только полководцев, но, как вы знаете, он вел систему табелей о рангах, то есть и гражданские лица могли получить орден за свои какие-то деяния. Вот здесь у нас находится церковь трех святителей, и вот за этой грязной, абсолютно каменной стеной еле-еле угадываемая надпись на грузинском языке. Дело в том, что эту церковь отдали грузинскому приходу. Сейчас у них есть свой, по-моему, на песках, если я не ошибаюсь. И это надгробная плита, помещенная сюда одной из княгинь грузинских. К своему студу забыл ее фамилию, сейчас попробую найти. Но дело в том, что этот храм, он служил для вот этой церкви, зимним храмом, когда там невозможно было служить службе. А данная церковь была построена изначально по проекту архитектора Виста, с Вистом связано несколько легенд в городе Петербурге. Например, одна из них говорит нам о том, что господин Вист построил ботный домик в Петропавловском соборе, но не учел простой вещи, что сам ботик не влезет в этот дом. И пришлось разбирать стену. А до этого, когда он строил конкретно вот эту церковь, здесь рухнули колокола. Ну и, собственно, Вист был посажен на гаупплахту. По легенде, как раз после того, как он отличился в Петропавловской крепости, его попросили вообще из страны. Ну а если мы посмотрим вот сюда, вот наверх, мы видим, что два ангела, они держат нечто в своих руках. Сейчас я попробую найти эту надпись, которая... что меня поразило вот в этой надписи. Любезные братья мои, я была в этом приходящем мире дочке хитинского князя обергофмаршала Джарджадзеева. И получила при святом крещении имя княжной Гуки. Ну, дальше идет то, что она жила-жила. Иностранка, я, купив на деньги свои это место для моего приличного погребения, положено в земле в церкви святого апостола Андрея, не оставил детей, которые молились бы за меня. Меня поразило то, что на могильной плите они пишут о том, что я купила это место. То есть, как бы, для нас это сейчас очень странно звучит, но в то время это было нормально. Так вот по поводу Андрея Первозванного. Ну, вы знаете, что по ряду сведений он почему Первозванный, потому что его Иисус Христос первым позвал, его и Петра, и помните эту песню, «С причал и рыбачил апостол Андрея, а Спаситель ходил по воде». Я досмотрел недавно интервью с Вячеславом Бутусовым, где он говорил, что когда он вообще пришел к Кормильцеву, автору всех его, ну, не всех, большинство текстов группы «Ноучилась по Ампилюсу», то встретил с большой Библией в руках. И потом сам Бутусов начал этим делом интересоваться, и он сказал, что его радует, что эта песня, она с годами приобретает иной смысл. По преданиям апостол Андрей у нас проповедовал в Крыму среди скифов, а потом он поднялся и вообще основал город Киев. Да, не так, как нас учили в школах, это приписывается апостол Андрей, и вообще он даже оказался в свое время в Новгороде. Именно поэтому он был довольно знаковой персоной для Русской Православной Церкви и для России в частности. Потом его мощи еще перекочевали в Шотландию, откуда у нас вот этот странный крест. А почему он такой? Потому что его распяли вот на именно таком кресте буквой «Х». И когда встал вопрос о том, какой орден череждать в первом, вот Петр Первый придумал, собственно, орден Андрея Первозванного. Там он и изображен у этих ангелов. и здесь у нас за этой церковью есть у нас бюст самого первого кавалера этого ордена. Дело в том, что Петр Первый, конечно, отличался определенной скромностью, но, например, он заказал себе памятник при жизни, но ему хватило, конечно, ума и так-то себя орденом Первым не награждать. Наградил он другого человека, к которому, собственно, сейчас и подходим. И здесь у нас как бы водораздел нашей экскурсии, потому что если здесь у нас были в основном проходные дворы, то дальше у нас начинаются темы а-ля мистический Петербург и мистический Васильевский остров и все вот эти художественные истории, связанные с территорией вокруг Академии художеств. Федор Головин и вот, собственно, сам этот орден и к ордену всегда была орденская лента. Она была голубого цвета. Ну, здесь, понятное дело, не видно, но голубая орденская лента. И это долгое время был самым престижным, самым привилегированным орденом. Если вы были им награждены, то, собственно, у вас все в шоколаде. При Екатерине Второй возник проект устроения народных училищ для простых ребят из мещанского сословия для детей-купцов и так далее. Как правило, эти училища народные, они базировались рядом с церквями. У нас в городе их сохранилось всего два. К одному из них мы сами направляемся. Училище было в доме, построенном архитектором Волковым как раз при вот этом храме Андрея Первозванного. Это тоже типичная постройка второй половины XVIII века. И чем характерно это училище в данном случае для нас, то, что там одно время преподавал богословие Сергей Григорьевич Нечаев. Это первый успешный террорист Российской империи, автор катехизиса революционера. У меня есть отдельная лекция про него, можете погуглить. Но именно с этого катехизиса революционера начался тот колоссальный беспредел, который характеризовался нашими общественными деятелями как самая настоящая охота на представителей верховной власти. Вот там оно располагалось в том самом доме. И обратите внимание, что Нечаев преподавал закон божий. И дело в том, что закон божий он был единственная школа пиара и коммуникации, когда вы учили катехизис, только не революционеры, а нормальный катехизис, потому что вас там обучали как раз общаться с паствой. Это было крайне важно. И именно в Петербурге Нечаев понял, что ему надо делать карьеру среди революционеров. Он там начал жечь напалмом, придумал, что его похитили, увезли в Петропавловскую крепость, и он оттуда даже посылал всякие записочки, сам он никакой Петропавловской крепости не сидел. Сейчас вам покажу вот здесь пару картинок, давай перейдем сюда, как вообще вся эта местность выглядела во времена, ну, скажем, Михаила Ломоносова. Вот сейчас будет одна картинка, конкретно этот перекресток, и сейчас еще одна картинка. Здесь у нас находится Андреевский рынок, а мы с вами подходим к месту довольно знаковому для любителей всевозможных мистических архитектов. Дело в том, что у меня с собой есть книжка, которую я сам выпустил. И несмотря на то, что она Проневский проспект, здесь есть про много чего, потому что у аптекаря Пелли, про которого мы сегодня будем говорить, у него был брат, довольно известный архитектор. И так вот они разделились. Две ветви, одни пошли, вот здесь у меня есть такие картинки, вот это Пелли-аптекарь, а вот это Пелли-архитектор. И вот мы сегодня будем говорить про этот спермин профессора доктора Пелли. Если бы вы в 90-е годы пошли бы вот сюда и повернули бы там налево, там будет такая арка, где располагается так называемая башня грифонов. Оказывается, аптекарь Пелли, вы знаете, чем он занимался? Он призвал грифонов к себе в свое заведение и там они летали, порхали. И каждый раз, когда я завожу людей в какой-нибудь двор, я специально показываю очередную трубу, потому что они же там вокруг трубы летали, очередную трубу и говорю, может быть, мы придумаем, что вокруг этой трубы тоже грифоны летали, или не грифоны, или крылатые львы, или еще какие-нибудь черти. Но нет, это было доверено Пелю. Спермин Пеля это, по-современному говоря, такой прототип Виагры. Вот даже Мечников осторожно писал, спермин, впрыснутый под кожу или просто принятый внутрь, восстанавливает силы, ослабленные возрастом или работой. Это был такой намек на восстановление потенции у мужчин. И вот здесь как бы была база. Дело в том, что сейчас у нас аптеки продают, ну, то есть, есть, конечно, какие-то аптеки, где вам рецепт изготовляют, но в основном вы покупаете уже готовые, там, таблетки, порошки, все такое прочее. В те дни в аптеках люди готовили все вот сами. И когда у вас есть производство, вам, естественно, нужно что-то нагревать, что-то сжечь и так далее. То есть, вам нужна труба для того, чтобы оттуда выходил отработанный дым. Собственно, эта труба и была расположена там во дворе. Вот она вот так вот выглядела. Мифы эти про грифонов возникли, на самом деле, не сейчас, они возникли давно, потому что когда кто-то изготовляет какие-то вещи, которые позволяют вам чувствовать иначе, естественно, это связано с определенной чертовщиной. Фасад восстановили недавно, и самое главное, что они сделали, помимо того, что вот эту вывеску восстановили, они восстановили вот те мозаики сверху. На самом верху, вот там, герб пели и написано «Ора и лабора». Ну, это латинская надпись «Работай и молись». «Лабора», «Лейбор», «Лейборийская партия» в Великобритании. Эти мозаики были выполнены в мастерской Фролова, о которой мы сегодня еще будем говорить, потому что мы придем с вами к одной из его мастерских. Здесь аптека до сих пор функционирует. Раньше туда был бесплатный вход, но платная съемка. Сейчас я там давно не был, но моя коллега Гидеса сказала, что сейчас там уже и вход платный. Но я настоятельно рекомендую туда зайти, потому что они там сделали некую экспозицию, там даже, по-моему, есть пара восковых фигур, провизор, тогда вот так они назывались, провизоры. И в итоге вот этот спермент пеля это был такой ну как бы мем, дореволюционный. И народ в это, естественно, свято верил, потому что ну и сейчас народ свято верит, то есть в интернете масса всего и вам там и тренинг устроят, чтобы вашу жизнь улучшить, и какие-то средства вам пришлют, чтобы здоровье ваше поправить и так далее. А уж то время до интернета, там же понятно, одно вот это вот средство таблысения, на этом люди делали колоссальные деньги. Но дело в том, что спермент пеля действительно помогал. Он делал выжимку из яичников обезьян. И это тоже явилось одним из составляющих прототипа профессора Преображенского в собачьем сердце. Хотя Булгаков, как мы знаем, писал это все со своих дидеев, дидей, да, он у них останавливался, когда только переехал в Москву. Но и вот Пель в этом тоже участвовал. Мы с вами направляемся к садику, который сейчас закрыт, к сожалению, но мы туда проникнем, потому что русский человек везде найдет свою дорогу. Это такой потаенный садик, располагающийся за Академией художеств. потому что начиная оттуда идет латинский квартал. Там Академия художеств, там университет, там Академия наук. Это студенческая территория. Но для того, чтобы туда попасть, надо будет проявить смекалку. Нам к этому не привыкать. Когда я водил тут группу, все было открыто на самом деле, но вот, к сожалению, вот даже на английском языке. You stay brave at your crossroad. Take it chance. Здесь у нас с левой стороны будет весьма оригинальная задумка местных жителей, как разнообразить такую суровую архитектуру петербургских дворов. Вот так вот можно, например, с помощью сварочного аппарата желания и определенного количества времени украсить собственные ворота. Там двор, ну, он такой, ну, давайте зайдем, но он такой абсолютно до мерзопакости приличный. Вот здесь, на самом деле, когда окна выходят в такой двор, я думаю, это уже не столь проблематично. И несмотря на то, что здесь гуляет эхо и соседи примерно в курсе то, живет, но он не столь депрессивен, как некоторые другие. Дело в том, что когда вводят экскурсии, и я знаю, думаю, я, наверное, думаю, что да, мы, так и сделаем. Мы тогда сейчас пойдем к свинцам, я вообще не планировал к ним идти, но нам так надо сделать, чтобы нам потом залезть в этот садик, и чтобы нам разнообразить наш маршрут, да, у нас есть еще время, потому что мы пойдем в гости к одному замечательному человеку, всех туристов подвозят естественно к свинцам, с той стороны Академии художеств. Вот в этот я вам покажу прямо с этой стороны. Давай немножечко пройдем по газону, я думаю, это не страшно будет в нашем случае. Студенты, они ведь художественного вуза, они должны писать, как вы понимаете, на терморты, они должны писать огромное количество людей, существует классно турфис, и они должны писать естественно животных, где хранить животных, большой вопрос. Но в Академии художеств вышли из положения, и вот если мы посмотрим на это здание вот с этой стороны, оно как бы ни на что не намекает, я специально вам показываю с этой стороны его, но мы на него посмотрим с другой стороны, видите, там куча подрамников в торчит с неким намеком. И в нормальное время суток и года и прочих историй вот здесь вот калитка, и она открыта. И хотя тут написано в угол собак запрещен, естественно все этих собак выгуливают. Академия художеств была построена по проекту архитектора Кокоринова и Валена де Ламото, или де Лямото, как у нас говорят некоторые искусствоведы, ну потому что он француз, соответственно, лямот. Кокоринов начинал при Иване Ивановиче Шувалове, они очень быстро нашли язык, Шувалов был таким сердечным другом Елизаветы Петровны, и именно Шувалов был инициатором строения Академии художеств, именно Шувалов был инициатором строения Московского университета, хотя он назван именем Михаила Ломоносова, тоже заслуженно, но про Шувалова там ничего не сказано. И был ему дан в помощь Вален де Ламот, француз, и проблема в том, что в какой-то момент Елизавета Петровна умерла, сменилась власть, Петр Третий, потом быстренько пришла Екатерина Вторая, и новый фаворит, ну, я имею в виду фаворит не любовный, а фаворит идейный, да, фаворит идейный Екатерина Второй, тоже Иван Иванович, только Бицкой. Я про него рассказывал, на самом деле, у Смольного собора, как он делал себе лично семейный проект с Алымушкой, с Глафирой Алымовой. Он очень не зллюбил Кокоринова, ну, потому что тот был протеже Шувалова, а Шувалова не любил наш господин Бицкой. И в итоге он делал все для того, чтобы Кокоринова утопить. В какой-то момент он ему попросил срочно представить проект Академии, новой Академии художеств. Проекта этого не существовало, его быстренько сделали. И тут Кокоринов попал, потому что Вален де Ламот указал гораздо меньшую сумму, чем стоило производство этого здания. 160 тысяч и срок 4 года. Для тех времен это было катастрофически мало. И Кокоринов это начал объяснять по ходу пьесы. Плюс в 1762 году началась очередная у нас война с Турцией, мы с ними постоянно воевали, ну, с Османской империей на тот момент, да. Денег в казне стал не вставать. Здесь было огромное количество рабочих. Кокоринов с русской сметкой придумал, где их, например, поселять. Он купил 20 барж, поставил их на Неве, и там они и жили. И в какой-то момент Бецкой устроил таким образом, что Кокориного подловили якобы на казнократстве, чем он не занимался. И вот после этого, вот, кстати, Кокоринов, он был не бедный человек. Он женился очень выгодно с большим приданным. И в общем, в какой-то момент Кокоринов, они с ним, кстати, с Вален Доломотом построили еще гостиный двор. Там вот купцы как раз писали, чтобы выделить Вален Доломоту помощника, поскольку он русского диалекта не разумеет. Тупой, по мнению Задорного он был бы. И в итоге возникла легенда, что Кокоринов здесь же на чердаке этого здания и повесился, о чем вещают все гиды, которые сюда приходят. Но дело в том, что в метрической записи Смоленской церкви есть информация о том, что Кокоринов был похоронен на кладбище, а самоубийство, как вы знаете, русская православная церковь не хранила. Мы с вами пришли на место якобы мистической силы. И если мы откроем записки Николая Гумилева, о которых мы еще сегодня будем говорить, то в них мы найдем описание его похождений в Африке. Дело в том, что сейчас съездить в Египет, ну, для вас, это там какой-нибудь Шарм-эль-Шейх, Хургада, all-inclusive, сели, полетели, приехали, жаритесь на солнце. В то время Африка была совершенно неизведанным краем, ну, по крайней мере, для людей в России живущих. И в своих потом путевых записках Гумилев писал, они спустились в какую-то там гробницу очередную. Мне стало так грустно, как никогда еще не бывало, чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую географическую надпись, ну, вот, например, вот эту. Она была написана на очень старом египетском, много старее луврских папирусов. Только в британском музее я видел такие письмена. Но должно быть благословение задумчивой жабы, прояснило мой ум. Я читал и понимал, читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумии. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все. Я не знаю, как там Гумилев что-то понимал. Я смотрю на это и ничего не понимаю. Я вижу птичек, но не те, которые сверху сидят, а вот здесь. Всяких существ, клинопись это все называется и так далее. Это Аминхотеп, третий, по-моему, если вам нужна эта информация. Не знаю, как вы ее примените. У меня есть отдельная на самом деле лекция по поводу мистики Петербурга, мифов и фактов. Зачем вы внутренне? Этих свиньцев вообще-то купили во Франции, но у них тогда случилась революция, поэтому наш посланник Муравьев, который послал весточку самому Николаю II, он в Академию художеств написал, а те переслали Николаю I, извините. Очень долго ждал ответа, и вот пока он ждал, французы купили, но революция, соответственно, о-ля-ля. Изначально здесь должны были стоять кони Клотта, и вот благодаря революции французам стало не до свинцев. Вот это мост Благовеченский, он же Николаевский, он же Александра Шмидта. Там вначале раньше стояла часовня Николая Мерликийского, приписанная как раз к храму Андрея Первозванного. И сейчас мы перейдем с вами дорогу, и здесь я вам покажу картинку, как этот мост выглядел ранее. Это первый постоянный мост через Неву. Вот смотрите, сюда мы вставим и так. Только единственное, она будет немножко с другого угла, но это не столь важно. Да, так вот, собственно, что я хотел вот так обойти. А если посмотреть вот сюда, вот, допустим, вот на те знаки сверху, то в них некоторые умники и умницы угадывают какие-то масонские письмена, какие-то масонские задумки. Ну, видите, циркуль с угольником, солнце, солярный знак, масоны это очень любили использовать. Тут же можно вспомнить одного из как бы сейчас президентов Академии художеств Лобзина. Вот я сейчас покажу вам портрет Лобзина. И обратите внимание, что в нижнем углу о-ля-ля мы видим опять-таки масонские знаки. Но дело в том, что это очередной раз это двойная коннотация символа. Ну, это Академия художеств. Академия художеств люди используют, вы не поверите, и циркуль, и угольник, и солнце там, в общем-то, почему бы не находиться. Поэтому для правильных людей это масонские знаки. А вообще на самом деле никакому масонству это отношение не имеет. Но вот Леонид Мацых или Мацых ныне покойный в Бозе почивший в Бозе, извините, вот он считал, что это исключительно масонское место, тут и сфинксы. Там еще сверху на самом деле на куполе находится, ну, отсюда не видно, наверное, да и фикс, я просто картинку вам покажу, как это выглядит. Там находится Минерва с еще очередным сфинксом. Кстати, гиды, когда сюда привозят, они задают загадку. Сколько сфинксов вы вокруг видите? все, увидят два и говорят, два. А вот там еще на шлеме не один сфинкс. Ее, кстати, сколотили, и Академия художеств очень долгое время была без этой скульптуры, потому что был шанс, что она обрушится и задавит. Например, я вам покажу картинку вот такую. Это Академия художеств с скульптуры наверху, а вот это вот без нее. и восстановили ее не так давно. Вот там садик, про который я отдельно скажу, там стоит обелиск румянцевым победам, который раньше располагался у нас на Марсовом поле. А мы с вами сейчас обойдем как раз вот эту вот Академию, чтобы вам попасть в тот самый потаенный сад через в данном случае потаенную дырку в заборе, хотя она и такая же потаенная, как и наши с вами туры. В Академии художеств естественно учились все, ну не все, большинство известных вам художников, скульпторов и так далее. Например, передвижники. Помните, да, организацию? Эти передвижники у нас получились в свете. А что там можно зайти? Давай зайдем, может быть. Нет? А может быть надо спустить туда снять? Нет? Мне так было лень писать это заявление на имя директора, божечки. Я позвонил, просто пиарщица, они говорят, да-да, можно снять, но надо вот там вот и... Туда на самом деле можно зайти и сказать, что тебе нужен банкомат. Ну не с камеры ты пойдешь туда. Знаете, нам банкомат нужен, заодно мы хотим посмотреть, как мы деньги будем снимать. Поэтому, ну ладно, я договорюсь как-нибудь, мы пойдем все-таки в Академию художеств. Там обалденный внутренний двор, конечно, вот этот вот, задуманный по проекту как раз-таки Кокоринова или Валенда Ламота. До сих пор неизвестно, кто там, кто там был первичен, один или второй. А нам с вами вы не поверите, но вот сюда. Ой, не знаю, пролезешь ли ты, мой дорогой друг. Но мы не ищем легких путей. И вот спон... Это потому, что кто-то слишком много ест. Давай рюкзак свой. Нет, на самом деле Леха стройный, Леха красивый. Просто рюкзак помешал. Да. Ну, во-первых, здесь есть совершенно не архитектурные элементы, опять-таки, реликты войны. Вот посмотрите, видите, там, где молодой человек сейчас отъезжает у нас. Вот тут даже его красочкой покрасили в цвет, между прочим. А вот там уже никакой красочкой его не красили. Это все тоже шахты. Ну, вот к этому зданию мы еще с вами подойдем. Вот. То есть вот так вот оно выглядит с этой стороны. Это вообще мастерская, где рисовали, писали лошадей и всевозможных разных животных. И именно поэтому здесь конюшня. То есть это для многих на самом деле большое открытие, что оказывается можно обойти Академию художеств и увидеть здесь пони, лошадок и так далее. Ну, естественно, они там даже как-то пытаются на этом деньги зарабатывать. Их можно понять, потому что надо содержать, там катают и так далее. Там у нас памятник основателю осетинской поэзии, потому что он учился в Академии художеств в конце 19 века. А вот здесь у нас колонна одиноко стоящая. Дело в том, что это вот архитектор Воронихин, человек сугубо прагматичный и понимающий, что, я прошу прощения, лучше перебздеть, чем недобздеть, он когда заказывал колонны для Казанского собора, имеется в виду колонны не внешне, потому что внешне они сделаны из пудорского мрамора, ух, господи, из пудорского камня, из области по названию пудость, он распорядился сделать одну запасную. И вот это как раз запасная колонна, которая, слава богу, ему не пригодилась. И когда она осталась, он подарил ее Академии художеств. Долгое время не знали, куда ее, соответственно, присобачить. Тут возникает аллюзия на анекдот про поручика Ржевского, как Наташа Ростова выскочила и сказала, господа, у нас есть канделябры, и вот осталась еще одна свечка, я не знаю, куда ее ставить. И, как вы помните, поручик Ржевский скачал и сказал, гусары молчать. В итоге ее поставили сюда, в центр этого парка. На верши по-разному этой колонны оформлялась. Сейчас там, если отойти, может быть, мы даже увидим там такая лира или что-то, там какой-то огонь. Но что самое интересное, если опять-таки приглядеться, если подумать, что мы с вами находимся в центре мистической силы, то вот там мы можем увидеть такой маленький циркуль с треугольником, то есть два ангела, между ними Рок Изобилия и циркуль с треугольником. Возможно, вы его там засмотрите. И здесь, и здесь они присутствуют, эти вот масоны. Впереди у нас вот это здание, оно изначально было построено по проекту архитектора Михайлова второго, их было двое, поэтому был первый и второй. Потом оно было перестроено по проекту Александра Брюлова. И опять-таки сверху у нас наблюдаются мифы всевозможные греческие, греческие боги и богини. По большим окнам вы можете догадаться, что там выращивают огурцы. Шутка за 300 от Павла Перца, но это очередные как бы мастерские. А вот здесь у нас буквально недавно открыли памятник одному из выдающихся деятелей культуры и искусства 19 века Петру Клотту. У меня есть отдельно и... А, ну, кстати, у меня же шпаргалочка с собой есть. Я, кстати, про это совсем забыл. Я про Петра Клотта, как это не парадоксально звучит, всегда рассказываю в Берлине, в Клейст-парке, я об этом уже говорил, потому что там стоят его скульптурные группы. Вот если мы посмотрим с этой стороны, то мы увидим там макет памятника Николаю Первому, который у нас стоит на Исаакиевской площади. Вот Петр Клотт. Видите? Вот этот самый Аничков мост знаменитый. Решетка его. Это решетка по проекту тоже Александра Брюлова, который свистнул ее с Королевского моста в Берлине. Да, вот он, этот мост, дворец Белосельских, Белодерских. Петр Клотт был уникален тем, что он первым начал лить свои же собственные скульптуры. Раньше архитекторы они либо делали, но просто делали, а литьем занимались другие люди. Вот Петр Клотт лил их сам, и это был первый случай вообще в истории Российской империи, а второе, чем он прославился, это тем, что он начал экспортировать русскую культуру за рубеж. Я об этом миллион раз говорил, то есть сначала неаполитанскому королю были подарены эти лошади, ну не лошади, с наездниками, да, с укротителями, а потом вот Берлин кайзеру, и потом, соответственно, в свете этого он решил сделать не две пары, а четыре разных скульптуры, раз это дело так пошло. Вот в этом доме мы когда-нибудь окажемся, потому что там в Эркере живет моя знакомая, она сейчас жили в Москве, связана пара огненных историй, и это как раз та тема, где была коммуналка трехкомнатная, вот у нее принадлежала одна комната, вторую она выкупила, а третью до сих пор не может. И вот я как раз хотел, чтобы она рассказала, как это происходит, дело. Вот если мы сюда посмотрим, вот мы видим здесь чудесные картины, это вообще квартиры профессорские, ну изначально профессорские, хотя сейчас тоже возможно здесь они живут. Видите, нас приветствуют слепки-бюсты, это стандартный атрибут подобных мест. А вот это здание слева, это мастерская мозаичная. Мозаичная. Дело в том, что этот самый мозаичист Фролов, одну из работ которого, ну не его, а его мастерской, мы видели на фасаде аптеки Пеля, он начинал еще до революции, то есть вот, например, особняк на Малой Никитской в Москве, где потом жил Горький, да, по проекту Шехтеля, вот это его мозаики. Далее в Марфомарининской обители храм, построенный по проекту Щусева с подгона художника Нестерова, там его мозаики. В Петербурге спас на крови. Ну, что я просто все сейчас не упомню на самом деле, да, но он потом продолжал в советское время делать, и, конечно, самая большая и потрясающая история, связанная с останцем метро на Кузнецкой. Дело в том, что в 29-м году у него была мастерская на Большом проспекте, его выселили оттуда, ну, потому что по хрену тут работаешь. И он перебрался вот сюда, полностью сам переоборудовал эту мастерскую, починил ее как мог, и продолжал выполнять заказы для советской власти, и наборные пану, которые можете видеть на Кузнецкой, вот наверху, там самолет, еще ряд замечательных мозаик, он заканчивал уже блокаду. Работал здесь уже абсолютно еле видящий, полуслепой, зимой в неотапливаемом помещении собирал эти панно, они были отправлены по дороге жизни, и в итоге Фролов умер от голода, закончив этот проект. И это, конечно, мега концептуальное, и ну, я как бы уже об этом говорил неоднократно, есть такая тенденция, что, типа, зачем в блокаду такими вещами заниматься, и вообще ни о том речь. Но дело в том, что есть такое понятие, как моральный дух, который помогает выжить, и вот такие вещи, они спасали советский народ, благодаря таким вещам он и выжил, потому что было понятно, что если в такое суровое время, в такую суровую годину можно даже мозаики производить, то этот народ никак не победит, что и произошло. Ипс, перелезаем, давай. Я сделаю отдельный маршрут еще вот туда, на улицу Репина, здесь тоже есть проходные дворы. Раньше, кстати, можно было спокойно выйти вот отсюда прямо на Кадетскую линию. Но проблема в том, что сейчас с Кадетской линией все перекрыто, потому что когда я, собственно, в годы своей молодости ходил, делал на деньги шкаф, вот туда, будучи столяром по профессии, то я ходил вот этими проходными дворами с Кадетской, сейчас перекрыто, я тут все объездил, то есть на Репина, это у нас такая самая узкая улица в Петербурге, на Репина можно пройти, на Кадетскую, увы и ах. Вот это вот мастерская, видите, какие большие окна, вот отсюда можно увидеть, то есть отсюда на более привычном виде, это у нас вентиляция. Ну а дальше начинается комплекс домов, предназначенный для... вот когда эти штуки красят в розовый цвет, вот эти отбойники, они становятся мега... интересными, абсолютно ничего не напоминающими. сейчас тут видят центр научных учреждений РАХ, Российская Академия Художеств. ну обычно в нормальное, конечно, время, вот эта калитка открыта, и там калитка открыта, и можно спокойно как бы ходить. И на самом деле, когда я здесь водил экскурсию буквально там месяц назад, она была открыта, вот эта калитка, мы проходили через нее, но видите, сейчас... а сейчас она тоже открыта. Мама, это я. Я не скрываю того, что и я ошибаюсь. Бывает и такое. Ну как бы все мы смертны, все мы... Что мы уходим? Зато, когда мы сюда зашли через эту калитку, и какая-то... Моя экскурсантка увидела отверстие в, собственно, заборе. Она сказала, а пойдемте там. И я говорю, ну хорошо, как скажете. И мы, вся группа, почти там 40 человек перелезали через эту... Ну было очень весело. Безумно. Здравствуйте, а вы здесь живете? Здесь по-прежнему у нас профессорские квартиры, да? При Академии художеств. Спасибо. Вы что, тут эти самые художники живут? Художники, да. А вы не художники, так понимаю? Не-не-не, я дворник. А, вы дворник? Да. А что вы хотели? Не, мы просто снимаем видеоэкскурсию, я просто знаю про это и на всякий случай решил поинтересоваться. Ну, зайдите там вот, а, ну вот поздновато пришли. Ничего страшного, мы переживем, мы переживем. Ну, в другой раз придет. Да, спасибо. Сельские откроются, все будет работать. Да, хорошо. Давай. Ну вот, поздновато, поздновато. Ну, очень, кстати, я бы сказал, такой благообразный дворник, да, то есть, все-таки Академия художества, она обязывает, да, что и дворники здесь выглядят, видите как, в такой рубашечке, с такой бородкой, с таким капитанским загаром, но это очень круто, я считаю. Вот здесь у нас абсолютно огненный флигель, вот тут у нас в прошлый раз была пришпондурена ему сигарета, и это выглядело еще более эпично. Ну, вот смотрите, мы художники, поэтому у нас даже решетки на окнах. Это хоть и решетка, но A Piece of Art. Но при этом я худею, родная редакция, да, прекрасная техника безопасности. Я надеюсь, это отключено. вот здесь вот смотрите, какой уютный закуток. но здесь все распределены, как бы сказать, производство, производство и учеба, Академия художеств, где-то льют, где-то лепят, где-то вот здесь вот гипс, у нас, гипсоформовочная, мастерская. Единственная, видите, кстати, какая огромная мастерская там. Единственная мемориальная доска Михаилу Аникушину, это человек, который сделал памятник Пушкину на площади искусств, ну и памятник Ленину на Московской площади. И я помещу ссылку, у меня есть выпуск, который делал еще в самом-самом начале своей, так сказать, ютюбовской карьеры. Там рассказывается про этот странный казус с памятником Ленину, под которого, кстати, ему сделали отдельную мастерскую на Петроградской стороне, прямо напротив Каменного острова. И эту мастерскую я показываю. Там, если просто на этот памятник посмотреть с определенного ракурса, то он выглядит странным образом. А мы с вами выходим к дому. И здесь мы, наверное, будем, ну не здесь там, но углу, мы финишируем, где у нас располагается самый что ни на есть жидомасонский знак. Вот если ты возьмешь вот отсюда, там вот видишь, пентаграмма и какая-то чертяга. Вот нам Юра Молотковец пишет, что он будет через 17 минут, поэтому мы можем не торопиться. Очень странная, на самом деле, история в наше время, выглядящая. В то время это тоже был, ну, довольно странный знак, потому что я хочу вам напомнить, что в 19 веке эта пентаграмма, она не имела отношения к еврейству, это был древнехристианский знак, но помещать в этой христианском знаке вот такого вот черта, это, знаете ли, нужно иметь определенный определенный задор, а это явно какой-то черт, это, не знаю, вак, это какой-нибудь, как их звали-то, с копытами бегали в Греции, из башки вылетело лесные эти, сапфиры, сапфиры, сатир, о, сатир, это какой-то явно сатир, для нас этот дом интересен тем, что здесь, вот есть мемориальная доска, пойдем подойдем, жил поэт Николай Гумилев, кстати, это новая мемориальная доска, до этого она выглядела совершенно иначе, год здесь тоже указан неправильно, жил он здесь не в 19 году, а раньше, про Анну Андреевну Ахматову я уже рассказывал, Гумилев, если бы он жил в наше время, то он бы у нас был таким, знаете, дизель тут шумит, давай, отойдем чуть подальше, вот он бы был как Том Йорк из группы Radiohead, он бы пел песню I'm a creep, I'm a widow, то есть он был вот с косым глазом, он был худощавый, какой-то неказистый, абсолютно некрасивый, в школе его все чморили, из-за этого родители его оттуда взяли, у него было домашнее воспитание, он, естественно, был дико закомплексованным человеком, соответственно, если ты дико закомплексованный, если ты вот такой, надо как-то себя воспитывать, и Гумилев умудрился себя воспитать, он с детства вот мечтал о каких-то похождениях и так далее, и действительно он отправился в первое путешествие в Африку, хотя папа сказал, никаких денег эти на Африку не дам. Вот он приехал в Египет, и это была не туристическая путевка, то есть сначала он там жил, а потом деньги закончились. Я думаю, что если даже в наше время вы оказались в Египте, у вас закончились деньги, но это как бы, ну, может быть, не катастрофическая ситуация, но крайне неприятная и мог еще принести массу проблем. В то время это, ну, был огонь. Тем не менее, он вернулся оттуда немножко завозмужавши, и он несколько раз сватался к Анне Горенко, Горенко по-разному называет ее фамилию, Анна Андреевна Ахматова, она ему отказала один раз, она ему отказала второй раз, каждый раз он пытался покончить с собой, каждый раз неудачно, а на третий раз он добился успеха. Но, если изначально Гомилев писал про себя дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья, память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И здесь показана та трансформация, которая с ним произошла, то есть из такого вот захмуреныша, из такого вот крип, да, ну, я думаю, что, кстати, Том Йорк тоже сейчас, я думаю, не обламывается от своей музыкальной карьеры, он превратился вот в рок-звезду того времени, не было тогда британской рок-музыки, да, и вообще никакой рок-музыки не было, поэтому в роли рок-звезд выступали поэты Серебряного века, да, но главной рок-звездой был Александр Блок, там, я не знаю, какой-нибудь помесью, я даже не знаю, кого там, Земфиры и кто у нас там сейчас, в общем, была Зинаида Гиппиус, да, Земфиры и Пугачёва, наверное, странный микс, но я имею в медийном отношении, вот, а Гумилёв, вот он был вот такой вот, немножко фриковатый, придумал свой стиль акмеизм, с которым он выступал против декадентов, против той же самой Гиппиус, Брюсов ему очень сильно покровительствовал, и в итоге он, когда началась Первая мировая война, он записался добровольцем на фронт, там он проявил себя просто мега отчаянно, он получил два георгиевских креста, он был повышен, повышен звание два раза, получил там младший офицерский чин, и в общем, он стал мужиком, вот прям таким мужиком, отмажным, единственное, что он бравировал там, под пулями стоял, это глупость откровенная, но вот время было такое, и когда сменилась власть, он начал, вот знаете, демонстративно, вот ходить по улицам, креститься на церкви, хотя был взят антирелигиозный вектор в новой идеологии, он открыто заявлял, что он монархист, и в итоге был так называемый заговор Каза, господи-ка, Таганцева, по которому его схватили и расстреляли, вместе с ним еще, по-моему, 63-х человек, Сварганил, это все Яков Агранов, сейчас по новым исследованиям левых историков, они доказывают, что заговор действительно там какой-то был, и так далее, и что и Яков Агранов может быть не шибко там был замешан, но суть в том, что Агранов, например, он вообще изначально был в партии социалистов-революционеров, он от армии откосил, то есть он не собирался воевать нигде, что не помешало ему потом делать карьеру в спецподразделениях при советской власти, и он вот говорил про интеллигенцию, что это, я не помню точную цитату, но что это вот такая вот нога, которую нужно то ли отжечь, то ли, в общем, отрезать, но надо ли мне говорить, что в 1938 году эта самая нога в виде Якова Агранова сама была отрезана и сожжена, его расстреляли, да, то есть вот такая откровенная сука, которая, значит, подтасовала данные, и, в общем-то, с расстрела Гумилева всем стало понятно, что все, можно лавочку прикрывать, и либо ты, как бы, дышишь, дышишь в дуду, в которой нужно дышать, дудишь в дуду, в котором уже дудить, либо сваливай из страны, потому что, ну, как бы, будет нехорошо, да, и, что интересно, Агранова так и не реабилитировали вот это, он был личным секретарем Ленина, на секундочку, в какой-то момент, ни его, ни его непосредственного начальника Ягоду, пытались предприниматься попытки по реабилитации, то есть, нет, он был враг народа, и врагом народа и остался. Вот какая, опять-таки, ирония судьбы. Ну, если Агранов, как бы, у нас никаких, как бы, стихов не писал и так далее, кстати, из гимназии пытались Царскосельской отчистить Гмилева, но Анинский, тогда директор, вписался и сказал, ну, зато какие стихи он пишет. И действительно, Гмилев у нас остался, вот ему висит мемориальная доска обновленная, Агранова никто не помнит и не вспомнит никогда, кроме каких-то очень тонких ценителей, определенных нюансов нашей истории. Но здесь мы имеем дело с очередной вот жесткой иронией судьбы, да, то есть всегда есть какая-то обратка. Если ты уничтожаешь поэтов, если ты уничтожаешь деятелей культуры, ну, будь добр, дружочек, получи и распишись. Судьба сама тебя вознаградит за это. А мы с вами идем, ну, к нашему финальному аккорду. Это Андреевский рынок. И здесь у нас на этой стороне есть, не показал там одну вещь, но я покажу наверное, не покажу я. Да, финишируем я знаю где. Здесь у нас есть ряд иллюстраций, которые, ну, это как бы, как сейчас, фудкорт, да, то есть такое старославянское слово называется. Здесь у нас есть ряд иллюстраций, которые показывают рынок, ну, не Василиостровский. Вот это, вообще-то, это сеной рынок. Это спасно сеной у нас, снесенный в 60-х годах. Вообще, она Успенская церковь, но называлась спасно сеной. Вот это здание кардигарди, вот здесь вот по роли крестьян, вчерашний день, чисто, в шестом зашел на сеную, там били девушку крутым, крутым, крестьянку молодую, Некрасов. А это павильоны, вот раз, два, и был третий вот этот вот. Они построены по проекту Иеронима Китнера. Это был такой достаточно большой прорыв до того времени. И вот вам храм Андрея Первозванова. И обратите внимание, что вот на том бульваре, на котором сейчас памятник Головину, раньше тоже стояли рыночные корпуса, обувь и галоши. Вот галоши, это было крайне важно, потому что раньше было столько грязи, что если вы без галоши выйдете на улицу, то ваша обувь превращалась моментально в ничто. А вот эту картинку я тоже вам показывал, ребятки. Это рынок, вот здесь вот стоит дом, где жил Федор Михайлович Достоевский, а это кузнечный рынок, бывший, вот до того, как его перестроили в советское время. Там метро, соответственно, Владимирское. Это кузнечный переулок, а это нынешняя улица Достоевского. То есть эта картинка у вас уже была. Мы так вот потихонечку, помаленечку спрессовываем информацию. Это у нас, кстати, Невский проспект, Леонский кредит напротив гостиного двора. Об этом у меня тоже есть в моем путеводителе, я сейчас даже найду. то есть, если вы более-менее в теме, то вы, глядя на эти картинки, начинаете понимать, где и что происходит. И мы с вами выходим на Большой проспект и идем туда, где, собственно, наша экскурсия и закончится. Я думаю, мы встанем вот сюда на бульварчик. Где у нас тут наш Леонский кредит? Должен быть. Там Суворина. Это раньше, раньше, раньше. Вот он, Леонский кредит. Здесь у меня вот такая вот фотография, видите? Леонский кредит. Ну что ж, друзья мои, вот вам очередной порция всевозможных интересных проходов по Васильевскому острову на этот раз. Хочу сказать, что вот эта вещь, она пока закончилась. Ее можно купить только на моих экскурсиях, но я буду допечатывать тираж, когда не могу сказать. У меня будет большой отъезд в Крым в сентябре, но в сентябре будет масса экскурсий в городе Москве. И в Петербурге они по возможности тоже будут продолжаться. Значит, следите за анонсами, которые есть у меня, соответственно, в группе ВКонтакте, в Инстаграме, на сайте. Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии. Если я где-то опять что-то сморозил, то указывайте мне. А я мог, я в этом мастер, у меня шестой разряд по смораживанию всякой фигни. Оператор Леха будет указан внизу, вот там вот. Спасибо вам за внимание, увидимся, пока.